Привет, я первый раз в два года в автобусе. Сейчас расскажу зачем, но решил не идти. Думаю, в автобусе подъеду, заодно посмотрю, как там все изменилось. Ну, вроде автобусы, как автобусы. Это я рассказывал, что у нас есть скоростные линии автобуса. Ну, вот такие они. А чтоб выйти, надо на эту красную кнопочку нажать, подъеду заранее, он тогда остановит. Я уже тут не ездил, черт, но штука. Ну, до паттеры ездил в последний раз в автобусе. Пока. Так, остановился, вышел с автобуса. Это значит, 18 песо стоит. Я даже не знал, сколько автобус сейчас стоит проезд в автобусе. Ну, городском. Минимальная цена. Дальше ты от расстояния все зависит, но минимально 18. Это надо мной дорога окружная Генеральпас. Смотрите. Вот там эта провинция, видите, за мостом. А вот это, это капиталь. То есть я стою на границе между провинцией и капиталь в Буэнос-Айресе. То есть вот тут править правительство Буэнос-Айреса, там править правительство в провинции. Вот так. А я вообще на границе был. Просто автобус-остановка здесь. Это когда я часто показываю, что когда куда-то еду, я здесь вот так раз-раз-раз-раз и на окружную, и потом дальше на дороге всякие, в аэропорт, там еще куда. Тут была остановка автобуса. Чего я здесь делаю? Можно было машиной поехать, но я что-то не захотел. Дольше потом искать стоянку, где машину оставить, чем, ну, как бы сюда ехать. Можно пешком даже пройти. Назад пешком пойду. Так, 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 проходите. Кто майка, кто куртки, кто куда. Я за этим. Я за стульчиком. Я вчера ездил на рыбалку. Ну, рыбалка как так себе, но факт не в том. Стульчик у меня был такой для рыбальских. И вот он у меня поломался. То есть уже у меня 100 квалет, я уже не помню, сколько ему лет, ну, лет 10. Там у стульчика был. И был самый дешевый такой, что одной стульчик брезентовый. И вот я вчера у него сел, и прямо как горшок попой. Только бам и провалился аж до земли. То есть вот эта материя уже, наверное, ну, струхла, что ли, можно сказать. И решил я себе купить другой стульчик. Потому что без стульчика нельзя. Нельзя без стульчика. Так, как перейти, чтобы пока меня никто не переехал. Давай, мужик, валерь отсюда. Я посмотрел. Mercado Libre. Это такой сайт интернетовский покупать у нас. Там они есть все, но хотелось бы как-то рассмотреть. Вот, а тут нашел один магазинчик, который как бы и там и продает. Но недалеко от меня. Думаю, может лучше посмотреть прямо в натуре, как он выглядит этот вот стульчик. Вот за ними и поехал. Потому что на рыбалке я всегда сижу на стульчиках. И мне там они нужны. Так, сколько удовольствие стоит? 26 тысяч. Велосипед. Бицыклета называется. Ладно, почему магазин скачет? Так, выбираю между, каким цветом купить. Смотри, какая классная. Вот такой стульчик для рыбалки. Или вот такой стульчик для рыбалки. Вот. Вот так вот рыбачки. Вот это. Так, я теперь со стульчиком. Только внимательно будьте, когда покупаете что-нибудь в магазинах Ориентинских. Потому что вот у меня уже, к примеру, ну часто такое бывает. Вчера было. То есть, позавчера. Вчера я был на рыбалке. Сегодня. Вот приходишь, все, тебя обслуживает. Класс, стульчики показывает. Потом платить, говорит, там допустим. 9800. Я говорю. У вас же написано на странице, что 7800. А ну, а ну, а ну. Начал я ему раз пальцем. Показал туда, где у них там типа скидка. Он такой. Ну да, ну да. Раз. То есть 2000 чисто экономит. А так вот, ты знаешь, как бы тебе раз и говорят. Как самому покупали клеенку. Света хотела купить позавчера. Заходим в магазин, который клеенки продает. И этот, Света там выбирает клеенки. Сразу подходит. Женщина-продавщица, говорит, сколько стоит метр клеенки? Она так 600. Тут раз так через буквально сколько-то секунд прошло. Так 650. Я сразу просил, думаю, ну все, она чувствует акцент, что иностранцы и сразу начинает выдумать цену на ходу как бы. Думаю, хорошо. Все это заказывала два с половиной метра. Я так этот самый, думаю, раз она уже на ходу выдумала цену, ну то я спорить как бы не будем. Почему 600, 150 через 2 секунды. Но думаю, ладно, два с половиной метра, сразу посчитал себе, что это там 1625. И сразу посчитал, потому что уже подозревал, что будет снова типа разводный иностранцы. Таким образом, цену платить раз, кусок отрезала, дает, все. 1980. Я говорю, а вы не говорили, что она по 650? Да, по 650, но тут два с половиной метра. Я говорю, ну так два с половиной метра будет по 650. 1625. Да, думаете, хоть сказала, ой, извините, ошиблась. Да, да. Все. То есть вы пересчитываете, вам будут цену складывать просто на ходу. Вот мы хотели столько, значит, 100, то есть козали. Особенно если у вас там акцент какой-то, если вы, ну, не знаете точно, как выискать, санчувствуйте иностранцу, и значит тут же на ходу все переедет. Открывается. Ладно, пошли с новым стульчиком домой. Шакаранда еще цветет. В городе вообще красиво сейчас. И шакаранда, и липа уже видео расцветает. И, оказывается, полуходом цветет. Так что, еще одна смесь в данный момент. Вот так дни и проходят. Утром сбегал за стульчиком то-сё. Пока сложил видео, которое заснял вчера. Сейчас нахожусь в общем-то в конце города. Приехал у переводчика забрать реализированный пакет документов. Вот здесь пакет документов. Готовлю для Ника. Хочу, чтобы Ник получил украинский паспорт. Уже это вот все дело длится год. Уже, может, даже больше года. Как мы собираем бесконечно всякие документы по поводу того, чтобы он мог получить паспорт. И всякие запросы в Украину, на мое имя, на его мамы имя. То есть на свет, на там проверки всякие. Пятое, десятое. Мне кажется, что иностранец, приехавший в Украину, быстрее получит, чем мы здесь. И это все потому, что родился здесь. Но когда мы были просто туристами. То есть у двух туристов, украинцев, родился их не сын. Пошли в посольство, зарегистрировали это. Там есть на его свидетельство о рождении. Печатка, запись какую-то сделали. Все потом что-то, в общем, нынешние эти, которые ребята работают, говорят, что не могут это все найти. Что-то надо, какие-то бумаги. Не, они все нормально говорят, что им надо. Но в принципе, господи, столько морокки. Вот уже год больше, наверное. Сейчас, надеюсь, что это последний пакет документов, которые мы готовим, которые тоже недавно сделали. Во всяких министерствах, во всяких заверениях заверили. И все, что-то оказалось снова не так. Так, теперь переделали все по-другому. Вот сейчас запишемся, пойдем. Может быть, наконец-то мы закончим с этим делом. Ладно, я не хотел там помыть, я просто хотел сказать, что бывают такие бумаги, которые делаешь практически годами. И годами там. Ну и в Аргентинской так же сам будет, что делать тоже годами. Бумажка такая, бумажка всякая, бумажка такая. Ну, это такой протокол, что ты поделаешь. Надо всего это пройти. И мы пройдем. Завтра будет другой день, другое видео. А на сегодня пока. Поеду домой. Еще надо добираться до дому 40 минут по городу. Сейчас все с работы едут, как раз загружено. Это здесь, в этом месте пустота. А там на всяких авианинах там вообще все загружено. Пока. Так, приехал домой. Вечер уже наступил. Надо на вечер что-нибудь купить, чтобы повеселиться. Не знаю, вот какой я мини-грянчих. Какой, блин, велосипед на четырех колесах. Кошмар. Не знаю, как тут на рыбалку ездить сюда. Даже удочка для того, чтобы ловить мальку не влезет. В общем, видите, когда акация цветет, осыпается, машины облепливают. А еще тут круто. Когда она капает таким вот клеем, таким долбаным. Его отмыть, это вот белая, это клейка. Акации сладкие, это пипец. Ладно, я пойду, знаете, чем повеселюсь. Сейчас пойду в маленький магазинчик. И куплю себе. На вечер, ну не только себе. Сейчас только на маску одеть, потому что в магазинчике надо в масках ходить. Надо купить кока-колу без сахара. Вот такие магазинчики районные. И газировки, пару бутылок. Простые газировки. Очень, кстати, прикольно. Сейчас зайдем сюда, поищем что-нибудь. Тут такие районные магазинчики. Очень удобно. У нас на каждом квартале чуть линии уже. В всяком случае, у нас этот 100 метров от нас, другой 200 метров от нас. Должна водой выскочить. Еще что-нибудь. Так, обычная вода, вот такую берем. Ага, минераль, натураль. Видите? 49 песен. И еще мне нравится вот где-то она вот здесь. Вот. Ага, минераль газификада. Карифур, да? Вот. Газификада, типа газировка. Есть. Он еще какая-то. Конгаз тоже. Бахосодина. Вот эту возьму сейчас. Узнаю. Тут нормально, вроде люди берут. Так, что тут написано? А, минераль, жада. А, нет. Она не минераль. Она надутая само собой. В смысле? А хотя тут тоже минераль, жада, газификады. Там, ладно, лжем эту. Значит, так, берем две штуки вот такой воды. Так, еще купил пока колу без сахара. У нас тут просили часто. Это надо, кстати, сегодня вспомнил, что надо пойти снять ночной город. Но только сейчас я уже не пойду. Но, в принципе, я уже вспомнил. Вот так как хотели посмотреть, как у нас ночью, даже не по Венеде, а этот самый, просто на нашем квартале. Оля. Я у меня на чубки. Ха, ты? Да. Я у тебя. Я у меня. Без парака? А, и куда я у тебя? А, и че? 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 Так, это подписчик на рыбайский канал. Оказалось, что мы еще с ним соседи, он вот в этом доме живет, а я за углом. Вот так, значит, хотим показать, как наш аквак, он наш квартал освещен. Это обычный квартал, живой, то есть это там, видите, всякие супермаркеты, там овощи не светятся. Вот я так зашел, тут тоже был супермаркет. Тут вот иммобилярия, где квартиры сдают, там карифурчик маленький, одним словом. Усё светится, ууу, всё хорошо. Вот так, вот наш город вот такой ночной. Ну, на венитах там еще покруче, там магазин и всякое такое, но видите, все равно дома так освещены. Вот. Сейчас, пойдем.